Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы рассказываем вам об истории нашего государства российского. Я Александр Каменский. Тема сегодняшнего выпуска «Пётр I. Отец Отечества». 30 октября 1721 года в Петербурге торжественно отмечали подписание нештатского договора, окончившего Северную войну. В Троицком соборе, в присутствии дворянства, генералитета, высшего духовенства, правительствующий Сенат преподнес Петру I титулы императора Великого и Отца Отечества. Последний из этих титулов, будучи калькой с титулов римских императоров, как нельзя лучше отражал понимание самим Петром своего долга перед страной. Служение Отечеству. Вот главная обязанность и царя, и каждого из его подданных. На протяжении многих лет Пётр играл в своеобразную игру, согласно правилам которой он являлся подданным шутовского князя Кесаря Фёдора Ромодановского. Ему он писал доношения и челобитные, а Ромодановский производил его в чины, постепенно продвигая по служебной лестнице. Современники очень хорошо понимали смысл этой игры. Это был способ воспитания подданных. Он обозначал, что каждый, вне зависимости от рождения, происхождения, знатности и богатства, может достичь высших ступеней на социальной лестнице лишь с помощью собственного труда, с помощью усердия. Этот принцип, принцип личной выслуги, Пётр положил и в созданную им систему государственной службы, воплощенную в знаменитой табеле о рангах 1722 года. В ней подчеркивалось, что все виды службы, придворная, военная, флотская, статская, равно важны для государства. При этом дворянин, вне зависимости от своего рождения, не имел никаких прав на занятие высоких должностей. И наоборот, простолюдин службой и усердием мог выслужить дворянское достоинство. Англичанин на русской службе Джон Перри писал о царе. Он сам вполне солдат и знает, что требуется от барабанщика, равно как и от генерала. Кроме того, он инженер, пушкарь, делатель потешных огней, кораблестроитель, токарь, боцман, оружейный мастер, кузнец и прочее. Прибавим к этому, что Пётр сам чертил планы городов и всегда носил с собой мешочек с хирургическими инструментами. Неприхотливый в быту, свободно гуляющий по улицам городов, заходивший в кабачки, проводивший много времени в обществе простых матросов, солдат, купцов. Пётр казался воплощением демократизма. Но в действительности это была лишь видимость. Пётр очень хорошо сознавал дистанцию между собой и своими подданными. В своей записной книжке он писал «Одно партикулярным персонам надлежит, а властителям – инака». Всем своим поведением Пётр формировал новый образ самодержавной власти, нашедший своё полное выражение в правде воли монаршей, написанной главным идеологом Петровского царствования архиепископом Феофаном Прокоповичем. Под пером Феофана возник образ мудрого, проницательного монарха, который видит и знает больше, чем любой из подданных, настоящий отец Отечества и всего народа. Пётр всем своим поведением поддерживал этот образ. То, как Петра Великого Андрей Нартов вспоминал, что нередко в его присутствии царь наказывал дубиной провинившихся чиновников. Но при этом Нартов писал, что это не было наказание от императора к подданному, но это было наказание от отца к сыну. Уже при жизни Петра началось восхваление его личных качеств. С ним, с его именем связывали величие России, все её достижения. Младший современник Петра Иван Иванович Неплюев писал, «На что в России не взгляни, всё его началом имеем». А спустя почти столетия историк Михаил Погодин замечал, какой нынче день, 1 января 1841 года. Пётр Великий велел считать годы от рождения Христова. Пора одеваться. Наше платье сшито по фасону, данному Петром Первым. Мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике, которую завёл он. Шерсть пострижена с овец, которых развёл он. Попадается на глаза книга. Пётр Великий ввёл в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. Вы начинаете читать её. Этот язык при Петре Первом сделался письменным, литературным. Приносят газеты. Пётр Великий их начал. За обедом. От солёных сельдей и картофеля. Картор указал он сеять, до виноградного вина им разведённого, все блюда будут говорить нам о Петре Великом. И далее Погодин перечислял. Место в системе европейских государств, управление, судопроизводство, права сословий, табель о рангах, войско, флот, подати, ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, лесоводство, скотоводство, рудокопство, садоводство, виноделие, торговля внутренняя и внешняя, аптеки, госпитали, лекарства, типографии, военные училища, академии. Суть памятники его неутомимой деятельности и его гения. Субтитры создавал DimaTorzok